Всем привет! Меня зовут Ангелина Хитарянко и прямо сейчас мы находимся в студии Радио Хит, где каждый день ты слушаешь шоу в радиоформате. Но сейчас ТВ-версия. Будет интересно. Они делают тебя лучше, учатся переживать и развивают, конечно же, книги. Именно про книги прямо сейчас нам расскажет Ксения Главицкая. Всем привет! Это Главицкая. Сегодня мы поговорим о книге «Большие надежды» Чарльза Диккенса, о книге для лет старше 12 лет. Этот роман Чарльза Диккенса из недели в неделю печатался в 19 веке в журнале «Домашнее чтение». И в 61 году, то есть в этом же году, когда он печатался в журнале, он был издан отдельной книгой и до сих пор пользуется огромной популярностью. С этим романом связаны множество экранизаций, театральные постановки, даже мультфильмы, а также переводы на все языки мира. Это история взросления маленького мальчика Пипа, сироты, который был воспитан собственными руками сестры. В юности у него не было никаких перспектив, кроме как пойти в подмастерье к кузнецу. Но Пипу хотелось большего, чем обычная жизнь простого труженика. И внезапно появляется неизвестный благодетель, который хочет оплатить Пипу его будущее образование, дать ему шанс на хорошее и достойное будущее, а также на большие надежды. Большие надежды, словно мыльные пузыри, большие блестящие снаружи, но совершенно пустые внутри. Нельзя сказать, что ослеплен ими был только Пип. На самом деле, так или иначе, под действием больших надежд является почти каждый персонаж этой книги. На мой взгляд, роман выигрывает не только сюжетом, но и большой колоритностью своих персонажей. Пип маленький деревенский мальчишка, и его встреча с Эстелой оставляет в нем отравляющие последствия еще намного раньше, до того, как он успевает в нее влюбиться. Испытываемые чувства сложны. С одной стороны, Пип страдает от холодности Эстелы и того, что она его унижает, но с другой стороны, он полностью оправдывает ее и не оставляет попыток стремиться к ее уровню. Эстелла, словно полное олицетворение своего имени, настоящая звезда этого романа. Она блистательно, холодная, недосягаемая, и многие читатели смеют заявить, что у нее вообще не было сердца. Мы видим, как растет Пип, растут его переживания, большие надежды, стремление к лучшей жизни, а также любовь к Эстелле и мечты о том, что когда-нибудь она станет его женой. Но это книга о разочарованиях, о разбитом сердце и о несбывшихся мечтах, а также о разрушенных судьбах. Мы видим, как рушатся иллюзии, которые сам же и воздвиг себе человек. Как страдает герой, когда понимает, что он жестоко обманулся, и понимает, что в этом не виноват никто, кроме него самого. В заключение хочется сказать, каким бы красочным не являлся этот роман, на самом деле он один из самых натуральных и реалистичных романов Диккенса. Ее положительные персонажи имеют недостатки и ошибаются, как и все смертные. Его отрицательные персонажи могут быть достаточно двузначными. Книга наполнена юмором и реальными переживаниями людей. На самом деле, эту книгу смело можно назвать романом взросления. С вами была Главицкая. До новых книг. Фильмы о будущем часто пугают нас высокими технологиями, но мы верим, что гаджеты приносят исключительно радость. Прямо сейчас про гаджеты Дмитрий Старостенко. Дмитрий Старостенко. Благодаря новой технологии еда готовится намного быстрее и не подгорает, сохраняя все полезные вещества и витамины. Также в печи можно приготовить два блюда одновременно на разных уровнях. Запахи не будут смешиваться. А следующий гаджет не только защитит кожу от повреждений на солнце, но и убедится, что владелец получает необходимое количество витамина D. Компактное устройство размером с крупную пуговицу способно работать от одного заряда батареи до полутора месяцев. Если носить прибор на одежде, то датчики посчитают интенсивность ультрафиолета и безопасную дозу солнечного света. Сперва гаджет анализирует тип кожи, чтобы рассчитать необходимый предел, а затем общается с владельцем через мобильное приложение. Как только умная пуговица почувствует неладное, она тут же подаст сигнал – помазаться кремом или бежать в тень. А в это время автомобильная компания разработала умные тапочки с функцией автопарковки. В одном из японских отелей такая обувь уже стала фирменной фишкой. Умные тапочки работают во многом как беспилотники – содержат датчики, движок и крошечные колеса. Все это отправляет их в исходное положение одним нажатием дистанционной кнопки. Так что, теперь учить парковаться будут тапочки? А хотите смышленую куртку? Пожалуйста. Бренд популярной одежды выпустил в продажу образец, который считывает жесты своего владельца. Также умная куртка передает команды на смартфон. Благодаря технологии обновка может, например, переключить песню или позвонить и заказать пиццу. До чего дошел прогресс. Что пропало? Ну она со мной разговаривала. Читать мысли тоже давно не фантастика. Устройство, разработанное американскими учеными, умеет считывать и понимать слова, которые даже не произносили вслух. Прибор крепится к подбородку и выглядит как наушник. Так он считывает нервно-мышечные сигналы лица. После этого сигнала обрабатываются программы, которые определяют, о чем именно подумал пользователь. Кроме того, устройство умеет отвечать и разговаривать, используя голосовых помощников. Are you crazy? Crazy, crazy, I'm crazy, yes. В общем, выбирай, не хочу лично. Я бронирую прибор для чтения мыслей и тапочки с автопарковкой. Пока-пока. Может быть, ты подписан на всех звезд эстрады или же только на близких. Но самое главное, что сам ты регулярно обновляешь ленту Instagram. Прямо сейчас обзор этой социальной сети вместе с Антониной Сатаровой. Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Instagram на прошедшей неделе. Семья Трусовых из Оренбурга и их долматинец Тея приняли участие в передаче «Видели видео» на Первом канале. Режиссеров программы покорили ролики, которые родители снимают о своей двухлетней дочке Еве и ее четвероногой подруге Тея. Видео показали на всю страну. Как вы решились завести домашнее животное, когда у вас еще маленький ребенок? Ну, наверное, потому что у нас не было собаки до ребенка. Мы решили, что нам обязательно нужна собака, потому что мы выросли в 90-х, насмотрелись романтических фильмов о том, как живут семьи с детьми, с собаками, как это все красиво и замечательно. Поняли, что нам нужен долматинец, почитали, как они любят детей. А как произошла вот эта, началась эта дружба? Потому что, насколько мы видим в видео, у них очень плотный контакт. Ну, буквально на следующий день после того, как мы привезли Тею, Ева сразу же ее, ну, в первый день еще попаивалась, но на второй день она уже ее брала на руки, в общем, сажала в коляску и начали они дружить. Мама Ольги давно ведет свою страницу в Инстаграм, где рассказывает о жизни своей семьи. На ее аккаунт подписано более 77 тысяч человек. Орские страйкболисты привезли и, конечно же, выбросили в сеть массу фотографий и видеороликов с военно-спортивной игры «Заря», которая проходила в Челябинске. Выглядит, конечно, очень впечатляюще. В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о самых популярных фото и видео, которые заслужили внимание тысяч пользователей всего мира. В Санкт-Петербурге неизвестные пытались пожарить на статуи медного всадника шашлыки. Молодые люди забрались на статую, затащили туда мангал с углем и хотели разжечь огонь. Задуманное завершить не успели. К памятнику подъехал наряд полиции. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Ну и бонусом парни за сутки прославились на весь интернет. Рядом с озером Анна в Америке возникло необычное природное явление, которое многие пользователи Инстаграм назвали застывшим цунами. На опубликованных очевидцами видео видны облака, похожие на застывшую волну цунами. Некоторые пользователи не на шутку испугались и посчитали виденное предвестником конца света. На самом деле этому есть научное объяснение. Ученые называют явления шельфовыми облаками, которые появляются перед сильной грозой. На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом «Урскру» обзор. Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт и на ТВ. Удачных вам снимков! Пока! Совсем не важно, где ты смотришь кино – в кинотеатре или же на экране своего ноутбука. Главное, что тебе нравится так проводить время. Прямо сейчас Виталий Морозов про кино. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами практически нуарный и отличный триллер «Идентичность» 2003 года выпуска режиссера Джеймса Монголда. Вышеуказанный режиссер Джеймс Монголд, за плечами которого мощные боевики, полицейские и поезд на юму. И, кроме того, Монголд удачно экспериментировал и с комедиями, и с чувственными драмами. Из-под его пера вышли «Прерванная жизнь» и «Рыцарь дня». Кроме этого, Монголд сумел по-настоящему удивить поклонников комиксов, сняв главный хит 2017 года «Логан». Фильм, о котором пойдет речь сегодня, режиссер снимал в самом начале карьеры. И уже тогда стал появляться фирменный почерк создателя, работавшего, к слову, с неплохими сценаристами. В центре сюжета 10 путешественников, которые вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Бушует страшная буря, и люди фактически отрезаны от внешнего мира. Вскоре они с ужасом обнаруживают, что это место становится не спасительным укрытием, а смертельной мышеловкой. Люди гибнут один за другим, а убийца, скрывающийся среди них, по-прежнему не вычислен. С каждым новым убийством, оставшимся в живых, становится все очевиднее, что их всех вместе собрали в этом месте не просто так. Завязка и развитие сюжета напрямую указывают на классические детективы, особенно за авторством Агаты Кристи, что еще раз доказывает, что проверенные временем сюжеты все еще способны вызывать в зрителя чувство интриги и заинтересованности. Но чем дальше мы смотрим фильм, тем сильнее Манголд заигрывает с психологическими приемами, и финал картины будет просто ошеломляющим. В фильме очень мощный подбор актеров – Джон Кьюсак, Рейлиотта, Аманда Питт, Джон Хоукс, Альфред Малина и Клея Дювал. После премьеры фильм дважды номинировался на премию «Сатурн», а в прокате собрал вдвое больше потраченной на его производство суммы. Итак, триллер «Идентичность». Приятного вам просмотра. Не забывайте, дорогие друзья, что мистические фильмы и захватывающие триллеры вы всегда, в любое время суток, можете посмотреть в сети кабельных каналов Орск Телеком. К примеру, там есть замечательный канал «Настоящее страшное телевидение». Там ужастики и триллеры гоняют практически круглые сутки. Еще раз приятного просмотра. Что произошло в мотеле? Люди начали умирать. Что происходит? Вернись в номер и запри дверь! Эй! А потом трупы исчезли. Тут никого нет! Быть того не может! Я своими глазами видела! Мы все видели! Чертовщина какая-то. Может, у нас всех есть что-то общее? Например? У меня днем хоть через неделю. И у меня. И у меня? Да. Старые грехи не забыты. Расплата близка. Если хочешь знать больше, вступай в нашу группу «Хитарянка» ВКонтакте. Спасибо, что были со мной все эти 15 минут. До встречи на следующей неделе. Всех люблю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok